Колебание курсов валюты напряженной экономической ситуации в России немного заслонило тему Украины. Еще несколько недель назад она лидировала во всех серьезных российских информационных СМИ. Но телеканал РЕН-ТВ Саратов по-прежнему интересует судьба беженцев, которые приехали в наш регион. Мы решили вспомнить тех, кого снимали в этом году и узнать, что нового произошло в их жизни. Подробности в очередном сюжете. Новый год эти ребята впервые встретят в Саратовской области. И без подарков их здесь не оставят. Филиал Центра социального обслуживания населения по заводскому району, где сейчас живут 17 взрослых и детей из горячих точек юго-востока Украины, приехал коллектив РЕН-ТВ Саратов. Это наша акция «Рука помощи». Мы ее начали летом этого года. Ее основная цель – это помочь тем, кто приехал к нам с Украины, к беженцам с Украины. Привезли детям подарки к Новому году. Нашими партнерами этой акции были Детский мир, который находится в форуме, и торговая компания «Инмарт». Они предоставили одежду и констовары для детей. Акцию «Рука помощи» телеканал затеял вместе с информационным агентством «Страна советов», когда украинцы начали массово прибывать в регион. Ее цель – познакомить тех, кто хочет помочь, и тех, кто нуждается в помощи. В итоге помощь получили десятки семей. Так сестры из села Ленинское Энгельского района бесплатно отдали семье с ребенком пустующий дом. Мы, конечно, его хотели продавать, но раз такое дело, людям деться некуда. Вот, а нам пока не горит. Уберем, помоем, почистим, обживем, все нормально будет. Накануне Дня знаний руку помощи протянули школьникам с гарным акцентом. 1 сентября этого года саратовские школы приняли 435 новых учеников. Первоклассникам, которых с родителями поселили в пансионате «Сокол», РЕН-ТВ «Саратов» и спонсоры привезли портфели с набором школьных принадлежностей. Хочется как-то их порадовать, показать, что здесь живут такие же люди, что они ничем не отличаются от тех, что были в их родном городе. Наш телеканал старался быть в курсе жизни украинцев в Саратовской области, их отношения с простыми саратовцами и официальными лицами, их проблемы и радостные новости. Так семью Максима и Оксаны Кутовых мы снимали в конце июля. Они прибыли с первым массовым заездом в Саратов и поселились в палатах Центра соцобслуживания заводского района. Тогда Максим планировал найти работу и снять жилье для своей семьи. Прошло почти пять месяцев. Вновшество в нашей жизни, то, что муж устроился на работу. Он же сам шахтер, ну а сейчас как бы занимается стройкой, отделочными, то есть фасадами. Жилье Кутовые пока не сняли. Ищут подходящий по деньгам и условиям вариант. Так что Новый год будут встречать здесь же. Директор Центра соцобслуживания Владимир Азиков по секрету рассказал, что готовит сюрприз для своих постояльцев. Привезут елку, устроят новогодний утренник и концерт. О нарядах можно не беспокоиться. Кроме канцтоваров, телеканал РЕН-ТВ Саратов привез и одежду, которую собрали неравнодушные к бедам украинцев-горожане.